Мои друзья, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас из этого чудного пространства. Как вы знаете, я нахожусь сейчас в Турции, в Анталии, где провожу йога-ретрит. И согласно нашим добрым традициям, наше утро начинается, конечно же, с эфира. И обычно я приглашаю уникальных мастеров, которые способствуют развитию нашего личностного роста. Сегодня гость моей студии, мастер из Израиля, зовут ее Лаора. Она специализируется на карме имен. У меня сейчас вопрос непосредственно к моим слушателям. Дорогие друзья, а вы знаете о том, как имя давлеет на карму и как имена обуславливают наши кармические действия? И мне очень интересно, какими именами обладаете вы и какими свойствами обладают ваши имена? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Вы когда-нибудь на этом медитировали? Я бы хотела, чтобы вы мне прописали тот ассоциативный ряд, который у вас вызывает ваше имя. Давайте возьмем на это небольшую паузу, и я посмотрю в комментариях, что вы пишете. Потому что то глубинное состояние, которое прочувствовали вы, обладая тем или иным именем, можете декларировать только вы. И это ваш собственный уникальный эмпирический опыт. Это очень-очень важно. Я со своим именем соединяюсь уже 40 с лишним лет. И я бы хотела опыт каждой из вас объединить. Как раз именно этим мы и занимаемся в Экотелоретрите. Так, ну что же, где наша божественная гостья? Я надеюсь, что она непременно появится, поскольку пока что я ее не вижу в нашей комнате. Наверное, это не просто так. И сейчас сформировалось именно то время, которое дает нам возможность побыть тет-а-тет. И в рамках этой медитации написать что-то о своем имени. То есть не полагаться на экспертное мнение учителя, гуру, педагога, да, тотально. А именно побыть в осознании того, что знаю я о своем собственном имени. И я могу начать, начать декларировать, что я чувствую. Мое имя Екатерина является собой карму ответственности. Я обратила внимание, что Катерина это всегда высокопрофессиональные люди, для которых работа значит так важно, что они воспринимают это фактически как свою добродетель, как свою основную кармическую задачу. Все Кати фанаты своего дела. И делают это настолько качественно, насколько могут себе позволить. Ага, вот, как раз я вижу нашу прекрасную гостью. Пожалуйста, дорогая Мэтт, помоги нам соединиться. И Лаора окажется у меня прямо здесь, в Турции, в Анталии. Дорогая Лаора, мне очень отрадно приветствовать тебя на своем канале. Большая честь. Ты сейчас в Израиле? Да, спасибо большое. Я очень благодарна за эту возможность. Для меня это тоже большая честь. И люди, которые обладают столь глубинным знанием, это большая редкость. Поэтому сегодня, ты знаешь, мне прислали огромное количество имен, девочек, которые хотят знать, что значит их имена. Расскажи, пожалуйста, что это за система, как это работает. Немножко освети, что значит имя. Спасибо. Я хочу сделать небольшое путешествие, как вообще это все работает. И начать с того, что все, что мы произносим и все, что мы говорим, это звук и вибрация. У этого есть свет, это как волна, у нее есть своя чистота. И поэтому все, что мы говорим, оно в принципе влияет на реальность, на действительность. Так создавался мир, что Бог сказал, он сказал, да будет свет, и был свет. То есть мы уже знаем, что это технология создания мира через слово. Поэтому очень важно, какие слова мы говорим и что мы говорим. И вот, когда мы это понимаем, то мы можем еще провести некоторые параллели, которые были сделаны уже сегодня в нашем настоящем современном мире. Окей, то, что уже давно знали, сейчас мы взяли и проверили. Есть исследование, которое говорит, что слова влияют на ДНК. То есть есть влияние, уже доказано. Потом мы знаем профессора Амота, который сделал свой эксперимент с водой. Когда мы говорим хорошие слова, есть красивые узоры, вода запомнилась, все сохраняется. Мы на 90% состоим из воды. Естественно, это тоже на нас влияет. Вот. Потом я как бы хочу, чтобы раскрыть это немножко, насколько у нас есть время, чтобы было более глубоко. И после этого я хочу рассказать, что вот каждая буква, которую мы произносим в имени, она создает вот эту вибрацию, как мы поняли, и она влияет на все наше тело. И какое слово мы слышим больше всего в нашей жизни? Это, естественно, наше имя. Наше имя и фамилию. И даже если нас так не постоянно не называют, называют несколько раз в день, это все равно сидит в нашем сознании, подсознании, и это продолжает вот эту вибрацию. Это как мелодия, которая все время играет в нашем теле. Как молитва, конечно. Да. И вот каждая буква, она связана с чакрой. Мы уже знаем, что у нас есть чакры, и там есть энергия. И вот каждая буква, она именно задействует энергию в какой-то определенной чакре. Поэтому, если в имени есть много повторяющейся буквы, то значит, что в этой чакре будет много энергии. И там будет, может быть, ее избыток даже. А если каких-то букв в имени не хватает, то это говорит о том, что может быть недостаток энергии в этой чакре. И почему важно нам понимать вот это вот содействие чакры, буквы? Потому что когда мы вообще что-то делаем в жизни, то мы это делаем, если у нас есть ресурс, есть какая-то энергия. И если у нас этого ресурса много, то естественно, что мы в этой области будем действовать, и будем продвигаться, и будем процветать. И поэтому как бы известно, что нам нужно обращать внимание то, в чем мы хороши, и то, что мы делаем, и не обращать внимания на недостатки. И я хочу подтвердить это утверждение, что если у нас есть энергия, и мы можем это делать, нам нужно этим пользоваться, потому что нам нужно куда-то энергию эту девать. А если у нас... И поэтому нам нужно это постоянно воплощать. И если, Екатерина, ты позволишь, я бы хотела сделать такой пример на твоей карте жизни, так немножко показать с помощью программы, если ты позволишь. Как это работает? Родная, для меня такая честь. Я сорок с лишним лет ждала нашей встречи. Милая, если ты чуть-чуть опустишь камеру, опусти немножко камеру, потому что видно только пол твоего лица. Здорово, да. Ой, здорово. Сейчас видно? Видно? Замечательно. Потрясающе. Я сейчас переведу наш экран на компьютер для того, чтобы показать вообще твою ауру. И вообще, что такое аура? Мы это знаем, и это слово, и название. Что она значит? Это на самом деле значит, какая энергия есть в наших чакрах. И какая энергия, она доминантная, которой много, тот цвет мы увидим. Вот говорят иногда, у тебя там фиолетовая аура, у тебя белая. И это связано, где больше всего энергии. Потому что, в принципе, мы знаем все цвета чакр. Они все существуют. Но где больше, это освещает все. И вот мы сейчас посмотрим на твою ауру. Я включаю здесь программу. Вот, секунду. Не знаю, если видно. Да, можно перевести. Видно? Экран просто перевернуть. Да, видно. Вот так. Вот, что мы видим, что здесь есть много энергии наверху. Это не совсем передает то, что я вижу. Я вижу, что это не совсем передает то, что есть. Поэтому я расскажу словами. Окей? Я возвращаюсь сюда. И это вот вся твоя матрица. Видишь? Вот эти все цифры, которые здесь есть. Вот они все здесь находятся. Вот, мы видим, что здесь есть три таких цвета, которые преобладают. Я переведу это сюда, чтобы было более приятно. Что здесь есть, мы видели в верхней части много белого света. Что это говорит о том, что в твоей матрице много энергии. И именно в этой сфере это говорит о том, что у тебя есть большие лидерские способности. То есть начинать новые вещи, вести за собой людей, не бояться что-то новое делать. О, я обожаю это. И я хочу сказать такую вещь, что твое имя Екатерина Спиридонова, оно несет очень, очень такую энергию особенную. В этом имени есть энергия, которая связана. Я просто смотрю иногда на экран, чтобы видеть имя, и поэтому мой взгляд уходит. Есть энергия, которая говорит о том, что ты, все, что ты делаешь, все, что ты изучаешь, оно всегда глубоко, оно всегда основательно. И это всегда до конца. И что это не поверхностно, это всегда до конца. И вот энергия, которая есть в таких учителях, есть два вида учителей. И вот в тебе эти две энергии, они соприкасаются. То есть это то, что ты сама изучила до конца и пошла в самую глубину. И ты это знаешь, и поэтому ты знаешь, как это преподнести. И другая энергия, которая говорит, что ты всегда берешь и вкладываешь очень много, и заботишься также о своих, тех, кого ты обучаешь, потому что ты хочешь, чтобы они преуспели тоже. Как бы эти две энергии учителя, они вместе соприкасаются, вот это есть в этом имени. Окей? И можно видеть, что... Тебе это созвучно? Очень, конечно. И видно, что ты очень много вкладываешь, что как бы все, что ты делаешь, это по максимуму. И я думаю, что люди, твои подписчики, твои ученики это очень ценят. Родная, у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, ведь мы меняемся, каждый год мы меняемся, и наше воззрение, и философские умозаключения, и наша осознанность, и наша ответственность к своей работе, она меняется. И я хочу сказать, что та, которая была Катя год назад или 10 лет, она абсолютно разная по сравнению с тем уровнем сознания, которым ты обладаешь сейчас. В таком случае имя, которое дано при рождении, когда ты еще не раскрытая личность, и имя, которым ты обладаешь сейчас уже на уровне зрелого возраста, вот как это соотносится? Имя, оно делает трансформацию. Но первое, то, что есть в имени, как бы вот эти коды, они работают всегда, потому что это как бы становится частью нас. Но мы проходим уроки, и мы учимся чему-то, и вот когда мы учимся чему-то, вот эти новые качества, они уже входят в нашу новую энергию имени. И поэтому они работают вместе. И то, что есть заложено с самого начала, и то, как мы преобразовались и действуем сейчас. Влияние есть и этого, и этого, с двух сторон. И ты абсолютно права. Каждый день на самом деле он приносит новую энергию. Поэтому говорят, мудренее вечера. И у нас открывается какая-то другая чакра. Мы по-другому смотрим, по-другому думаем уже с другой стороны. И это влияет на все наше осознание. Которое есть. Согласна. Согласна. И я хотела сказать... Я буду тебя перебивать. Спасибо. Я хотела еще сказать такую вещь, что это знание, что в принципе даже одна буква, если мы меняем одну букву в имени, мы меняем полностью то, чем мы занимаемся, нашу миссию. То есть как мы начинаем думать, как мы начинаем чувствовать, это все влияет. Потому что уже построен новый код. Без этой буквы уже что-то другое начинает происходить. Вот. Лаура. И в этой связи у меня есть тоже вопрос. Дело в том, что на данном этапе жизни я провожу свое время за границей. И в России бываю редко. И именно поэтому поменяла свое имя на Кейт Спирит. Это мой творческий псевдоним, с которым я известна по всему миру. Мне интересно, как он меняет мою карму либо давлеет на то, что я делаю? Я это посмотрела и видела очень интересную вещь. Во-первых, что с именем Кейт Спирит как бы уже имя, оно влияет на миссию. Это говорит о том, что ты уже миссию с Екатериной Спиридоновой как бы выполнила и ты поднялась выше. Это то, что происходит. И сейчас видно, что твоя миссия, которую ты сейчас делаешь, это как бы распространить вот это знание людям уже широко. По миру, да. Да. И поэтому интуитивно, из-за того, что у тебя есть вот это вот подключение к верху, я это называю, вот эта врожденная интуиция, то ты почувствовала, что тебе нужно вот это сделать. На самом деле, это хорошо здесь работает, потому что я смотрела и Кейт Спирит, и Кейт Спирит Йога, эти два имени, и они именно связаны с тем, что это становится как бы общепринято, известно и масштабно, глобально. Да, глобально. Именно то, что это делает. Да. И ещё, и ещё это строит, как бы, это имя Кейт Спирит, оно ещё строит, как бы, такую, как, как можно сказать, школу, как какой-то дом для людей, что они всегда могут прийти там и учиться. это именно создаёт, создаёт вот эту рамку, как бы. Лаора, я хочу добавить, в Торе, твоим словам, дело в том, что именно в этом году я создала академию Кейт Спирит, и теперь образовываю всех, всех женщин мира, стать бьюти-коуч-тренером, который в своей матрице может раскрыть таланты, может преподавать фейс-йогу, йони-йогу, обучать самомассажу, быть коучем для других. Ты представляешь? И я сделала эту систему международной, и для меня такая честь всех женщин мира объединить и дать им возможность быть раскрытыми, реализованными, мастерами, и работать онлайн, как фрилансеры, и быть путешественницей, быть красавицами, и для удовольствия консультировать других и помогать другим. Например, как мы с тобой. Обмениваясь энергией, мы способствуем трансформации друг друга. Я могу тебя наделить физической силой, здоровьем, а ты меня уникальными знаниями, какими-то важными метафизическими осознаниями. И вместе мы, когда объединяемся, мы становимся целостными. И представляешь то, что ты сейчас мне говоришь, не зная об этом, уже подтверждаешь мои действия. И более того, открыв Академию, сейчас я запустила проект Эко-тело-ретрит. Это проект, который позволяет всем людям в мире одновременно осуществлять ретрит в том месте, где они находятся. И я прописала там программы, включила туда эфиры с разными мастерами, составила концептуальное расписание, интегрировала туда правильное питание. Вообще, все наработки за всю свою жизнь. И именно то, что меня сейчас возбуждает, это масштабность проектов. Потому что для меня весь мир – это одна моя семья. И все для меня братья и сестры. И представляешь, это то, что ты сейчас подтвердила. Да. Это вот сейчас набирает энергию, и это будет расти и расти и расти. Лаора, это так важно, то, что ты говоришь. Потому что, когда ты мечтаешь один, тебе в какой-то момент бывают кризисы, и тебе кажется, что, наверное, это так масштабно, что это неосуществимо. И вот для того, чтобы твои крылья раскрывались шире, для того, чтобы ты никогда не сомневался, вот в этих, знаешь, немножко наполеоновских планах очень важно, чтобы были такие помощники, такие коучи, как ты, которые говорят, Катя, это правда, так будет, потому что я это вижу. И когда ты понимаешь, что это видят эксперты, значит, это точно будет. И это усиливает любого человека. Вау, спасибо. Спасибо за доверие. Да, конечно. Ты же просветленная. И я просветленная в своем видении. Я хочу еще сказать, что вот то, что ты говоришь, что ты много путешествуешь, это идет из того, что есть много энергии в чакре, которая вторая у нас, что это, я не знаю, как она называется. с Ватхистана. Оранжевая. Оранжевая. И это связано именно, во-первых, с тем, что у тебя много внутренней радости. И это ощущается людьми, которые находятся рядом с тобой. Что как бы у тебя много движения, что ты человек движения, и движения как бы без границ, покорять новые территории, и как бы пробовать новые вещи. И из-за того, что там много энергии, поэтому это связано с тем, что как бы ты это делаешь, и ты это делать будешь всегда хорошо. Ой, какое счастье делать то, что и другим полезно. И благодаря тому, что у меня есть возможность делать пользу для других, мне пространство дарит таких уникальных людей, как ты, которые мне помогают. Вот твоим словом вообще карма меняется. Когда ты мне рассказываешь о том, какой во мне потенциал, у меня просто меняется жизнь. Понимаешь? И осознание каждого момента, в котором я проживаю. Это так важно. Это нужно заслужить. Твою сессию нужно заслужить. Я думаю так. У меня вопрос от участниц. А можно ли этому обучиться? С чего начать? Какие базовые имена, какую карму несут? Вот у меня очень много вопросов. Может быть, ты что-то расскажешь? Как тебя привело к тому, чтобы познавать эти имена? Дело в том, что я искала имя для себя. Лаора-то не то имя, с которым я родилась. Я его себе выбрала, его поменяла. Потому что я всегда чувствовала, что мое имя мне не подходит, что это не мое имя. И так оно и было, потому что... А как купить твое имя, если это не секрет? Если это не секрет. Я его не произношу. Почему? Потому что оно тогда влияет. Я даже не вспоминаю это влияние. Но это имя было в честь кого-то. И вот... И обычно вот родители, они не прислушиваются к своему голосу. Они как бы часто уходят к тому, что говорят родственники. И так это было в моем случае. Я поняла, что... И вот я поняла, что мне нужно найти мое имя. Когда я услышала это имя, у меня было выбор из 30 имен, то я поняла, что оно мое. Вот все, оно мое. Но я как к этому пришла. Я была у всех специалистов, которые занимаются именами. В Израиле здесь есть разные рабонимы, раввины. Потом есть разные нумерологи. Есть разные люди. Я была у всех людей. Я изучала, как они выбирают имена. Пока я не пришла к этой системе, которая называется Кодия, и я поняла, что это действительно близко мне. И я таким образом действительно вижу и понимаю человека, и чувствую. И на самом деле у каждого человека есть имя, которое лучше всего для него, ему лучше всего подходит. Оно уже дается при рождении. Оно уже есть. Вот эта матрица, она уже ведет все к тому, чтобы выбрали именно это имя. И если родители себя слушают, если родители себя слушают, то большая вероятность, что не дадут то, что действительно нужно. А скажи, как поменялась твоя судьба относительно смены имени? Очень сильно. Да? Поменялась в том, что я поменяла карьеру. Я начала этим заниматься. До этого я была экономистом, работала в большой фирме. И я поменяла карьеру, потому что просто люди начали обращаться. И я сама того, как бы я хотела им помочь. Потом это повлияло очень на... Кроме сферы деятельности, это повлияло на мои отношения со вторым полом. То есть эти отношения, они изменились. Как бы более... Это раскрыло во мне больше женственности. И это всегда связано с отношениями с другим полом. И как бы я почувствовала, что вот это, то, что я хочу делать, и помогать, в принципе, родителям выбирать имена для детей. У людей, которые чувствуют, что они постоянно делают, но они не приходят к тем результатам, которые они хотят. Что они чувствуют, что они не до конца себя реализовывают. Если у них повторяются одни и те же истории, это говорит, что одни и те же коды есть, но не задействовано то, что это гармонизирует. Лаура, очень много вопросов на имя Татьяна и Елена. Спрашивают, подскажите, что значит Татьяна и Елена? Не могу не удовлетворить учениц. Я им обещала, что задам тебе эти вопросы. Хорошо. Хорошо. Я сейчас напишу это, чтобы быстро посмотреть. Я пишу это на иврите, потому что это то, что влияет. Система предусматривает иврит, да. Да. Потому что, родная, все хотят знать имена о своих именах. Вот больше всего здесь Татьяны, Катерины, Елены присутствуют, да. И все спрашивают. Ольги. У Ольга тоже много имен. Мы, конечно, можем сделать отдельный эфир и об этом отдельно поговорить. Ну, хотя бы часть имен давай разберем. Окей. И имя Татьяна на самом деле несет в себе высокую энергию, что девушки с этим именем, я говорю, высокая энергия, это говорит о том, что им важно, чтобы говорили правду. чтобы это очень общее, потому что еще влияет фамилия и день рождения, но как бы это энергия, которая здесь есть. Чтобы говорили правду, чтобы была справедливость. То есть эти люди, они любят именно, чтобы было все вот как есть и прямо, аутенти, с аутентичностью. это люди, скорее всего, которые любят спорт, потому что здесь есть энергия движения в этом имени, тоже существует. И они тоже ощущают свою как бы легитимацию, то есть они четко понимают, что они хотят и что, какие у них желания и какие у них мысли. Абсолютно согласны. И плюс еще они к этому более практичные, насколько я вижу. Если я правильно написала имя, Абсолютно точно. Что как бы в воздухе с ними не поговоришь. Нужно, чтобы было вот... Мою маму зовут Татьяна и такое ощущение, как будто бы ты досконально сейчас ее описала. Вау. Да. Может быть, мы попробуем также коротко разобрать имя Елена. Елена. Давайте посмотрим. Может, как Хелен, хотя это другое имя немножечко, но Елена, может быть, Лена. Имя Елена позволяет человеку с этим именем пользоваться своими способностями. Это уже заложено в имени, что это люди, которые пользуются своими способностями и их проявляют. То есть, они о них знают, они умеют ими пользоваться. Это главный код этого имени. Здорово. Здорово. То есть, эти люди, которые будут работать, это не те люди, которые будут сидеть и ничего не делать. Скорее всего, они предпочтут пойти работать и действовать и как бы самовыражать себя в этом мире. Да, ты знаешь, я всегда обращала внимание на то, что Елены очень деятельные, такие энергичные, деятельные, всегда знают, чего хотят и не будут скромничать. Они обычно берут свое, когда им что-то нужно. А вопрос от Людмилы. Дорогая Луар, пожалуйста, посчитайте мое имя. Людмила. Сейчас я посмотрю. Смотрите, имя Людмилы здесь есть много энергии земли. Что это говорит о том, что люди с этим именем, у них есть предпочтение создавать свои какие-то рамки и законы и им следовать. Это относительно себя. Что они как бы себе, у них есть четкая установка, как это должно быть, какие границы. И они их предпочитают не нарушать и не дают, естественно, и другим нарушать. И здесь идет посыл, как это сказать, миссии, что вот именно миссия им важна. вот это чувство. Ага, то есть они фактически законодательницы своих законов. Правильно я понимаю? Что им это важно, а у них важно, чтобы у них была свобода, но в своих законах. И они также требуют это от других. Как бы, чтобы были четкие рамки, и в этих рамках они могли там себе позволить. но эти рамки должны существовать, которые они решили, что будут. Хорошо. И предлагаю рассмотреть последнее имя, это Галина. Есть такое имя? Галина. Да. На иврите. Да. Да. На самом деле я просто перевожу каждую букву на букву на иврите, и получается, что любое имя можно проверить. Перевести. Да. Да. Вот то, что мы говорили об имени Елена, у Галины есть этого в два раза больше. Вау. То есть это люди, это люди, которые умеют вещи воплощать в жизнь, в реальность, у которых есть идеи, и они всегда могут это вместе, вместе сделать. Скомпилировать, реализовать. Да. То есть все, что связано с деятельностью, с карьерой, там работает очень хорошо. То есть они находятся уже на несколько ступенек выше автоматически, потому что у них есть вот этот код, который в имени все время работает, и говорит, окей, нужно действовать, идея пришла, ее нужно воплотить. То есть как бы это работает очень четко, и есть эти идеи, есть силы это делать. Это люди, которые общительные, это люди, которые любят общество. Они, с одной стороны, такие более легкие и спонтанные, но с другой стороны, они не летают где-то, то есть практичные. Нужно, да, действовать. Здорово. И еще у них есть, у Галины есть такая энергия, это имя создает цифру восемь, что эта цифра связана с Сатурном. Я не знаю. Этого я не знаю с планетами. Если ты говоришь, наверное, так, то это говорит о том, что это люди, которые берут на себя очень большую ответственность. ответственность. И это то, что тоже есть в твоем имени, Екатерина, что ты тоже тот человек, который на себя берет огромную ответственность за всех, кто рядом, и за то, что ты делаешь и даешь. И это то, что здесь есть. Здорово. И Лаора, еще я хотела для себя уточнить, сколько этой науки лет, и сколько, как называется эта наука об именах, интерпретации имен, и что-то немножечко, пару слов об истории этой уникальной науки. Дело в том, что на самом деле это было известно давно со времен создания мира. Если вы помните историю про Сару и Авраама, то они в 90 лет не могли родить. Почему? Потому что у них была закрыта эта чакра, связанная с деторождением. Им добавили букву, которая открывает эту чакру. И после этого они имели детей. И на самом деле это еще со времен создания мира существует. Но эта система была открыта благодаря способности одной женщины видеть слова. Потому что слова это как волны, которые выходят. И у нее зрение и слух есть такая болезнь. Это не болезнь, это такое состояние, называется синестезия. Они у них переплетены. И можно видеть цвета даже, которые выходят из слов. то есть, когда человек говорит. И благодаря этой способности она могла раскрыть тайну вот этого добавления буквы, как это влияет и как это влияет на чакры. Оттуда мы уже известно, что китайская медицина, индийская работают с этим много лет. Потому что много энергии это тепло, мало энергии это холод. И на этом все построено. Именно так родилась. И она существует, извини, что я тебя перебиваю, это существует около 60 лет, что это было открыто вот так вот миру. Но мудрецы об этом знают давно. Здорово. Мне сейчас пришла такая идея, такое сознание. У меня очень много учениц, которые просят дать мне контакты астрологов, которые помогут им высчитать дату рождения ребенка. Но сейчас я считаю, что помимо даты рождения ребенка, когда его зачинать, еще очень важно подобрать ему имя, чтобы осознавать, какие вибрации каждого звука несет это имя и какую карму ребенок будет реализовывать. Это очень-очень важно. И здесь, конечно же, тебе, я считаю, тебе следует помогать таким осознанным мамам, которые выбирают детям свои имена. Это изумительно. Просто многие даже не догадываются об этом, понимаешь? И я рада, что сегодня прошел эфир, где мы рассказали нашим подписчикам о том, что есть такая наука, что каждое имя несет в себе вибрацию, что каждое имя несет в себе карму, плотность, и имя можно менять, можно менять судьбу, можно выбирать себе имя. И здорово, что ты умеешь это читать, интерпретировать, и таким образом менять судьбы и усиливать людей. Это потрясающее событие. Я думаю, что всем ученицам, кому интересно поработать со своим именем, могут записаться по телефону, который указан у нас как раз в директе, и указать, что им необходима консультация с Лаур. И, конечно же, я думаю, Лаур найдет место в своем плотном графике, чтобы наделить любовью всех наших учеников. Спасибо большое, Екатерина, и спасибо тебе, что ты несешь так много света этому миру. Родная, я точно от такой же слышу эти слова. Ты для меня такой же свет, и ты так много добра, осознанности, света несешь этому миру. Ты знаешь, мы с тобой так похожи, что, обрати внимание, мы с тобой сидим под одним углом по отношению к стене. Вот ты посмотри, у нас стена расположена абсолютно одинаково, и сзади она заканчивается на одной линии. Ты представляешь, как мы так выбрали? Ракурс под углом. Это потрясающе. Это потрясающе. Да? И на тебя светит солнышко, и на меня. Поэтому все не просто так. Я рада, что эта кармическая встреча осуществилась, и я думаю, что в следующий раз мы более подробно разберем имена и даже проведем мастер-класс какой-то обучающий по базовым именам. Окей. С удовольствием. Окей? Отлично. Девчонки, оставляйте свои вопросы, свои имена, записывайтесь на консультации, и мы обязательно встретимся в следующем эфире. Благодарю тебя, родная. До скорых встреч. Благодарю тебя.